друзья я снова здесь я в прямом эфире давайте продолжим в оставшееся время поговорим немножко снова о гофмане вот мы говорили о его мировидении я попытался ну достаточно коротко и конспективно рассказать о его мировидении она конечно исчерпывается вот всем тем что я рассказал но есть в ней конечно какие то можно углубиться но какие-то вот общие вещи я вам рассказал вот ну теперь несколько слов может быть о его тексте ну конечно берлинский период был самый наверное интенсивный для гофмана вот в плане его работы но здесь вот написаны его рассказы здесь написано его знаменитые сборники которые нас до сих пор так завораживают которые действительно очень сильно оказали влияние на литературу но и ночные рассказы серпионов и братья вот все что он тогда сочинял вот это нам действительно очень интересно ну прежде всего я выбрал в качестве рассуждения и поразмышлять предлагаю вам вокруг его знаменитого рассказа который всех пугал рассказ который называется песочный человек песочный человек вот это пожалуй такая страшилка с участием дьявола посмотрите дьявол вторгается в пространство современной жизни очень плотно соединяется современной жизнью и что действительно очень интересно что дьявол впервые нам является не возвышенным не мощным не великим не сопаленными крыльями а в каком-то довольно непрезентабельным и вульгарном виде как наверно дьяволу и положено к нам являться то есть в рассказе песочный человек дьявол появляется в виде адвоката капиллиуса он избирает для себя и другой образ тоже в общем вульгарный это торговец всякими оптическими приборами современной наукой это коппола и вот смотрите дьявол потом появится у гоголя но тоже очень непрезентабельно ну а затем дьявол явится ивану карамазову но тоже не спаленными крыльями по этому поводу дьявол будет всячески иронизировать объясняя как-то к такому великому человеку пришел такой невзрачный черт в виде какого-то обычного джентльмена да и собственно эдгар алан по тоже воспользуется этим приемом снижения дьявола у эдгара алана по дьявол тоже будет не самым таким ну это не мильтоновский сатана с его мощью а обычный джентльмен с грязным воротничком грязными рукавами не застиранной манишкой ну что такое неприятное и обыденно но смотрите рассказ песочный человек но главный герой натана эль рассказ кстати такой очень неоднозначный для интерпретации и сложный здесь в первую очередь гофмана видите интересует проблема кукол автоматов проблема автоматов то есть во времена гофмана появляются вот эти автоматы их создают современные механики которые могут какие-то слова произносить которые могут петь песни но это победа такого 18 века механики этот 18 век он в общем-то действительно просвещение претендует на то чтобы забрать у бога вот этот акт творения вот эту тайну и предъявить ее в каком-то новом ключе то есть по существу создать искусственного человека вот это тоже интересный момент до набоков совершенно верно но набок сохраняет некоторый лиризм ситуации на мой вкус он всегда сохраняет лиризм не без иронии но гофман радикально разрушает все весь пафос вот конструирование аппаратов то есть это такой по существу конструирование аппаратов это но вызов господу это желание разомкнуть всемирную цепь бытия где человек человеку обозначено его но вот сейчас вот я про это и говорю почему ученые вывели выведены какими-то демонами потому что они есть демоны ну а кто ученые по-вашему не заметили что чтобы ученые не изобретали они все равно в конце изобретут водородную бомбу как сказал курт унигут ну потому что это отчужденный разум что такое отчужденный разум это есть дьявол это неукорененные в душе эмоции эмоции переживания с одной стороны и с другой стороны неукорененный разум то есть разум самодостаточный сфера сатаны это самодостаточная такая сфера он отделен от проекта он вы выброшен из всемирной цепи бытия по существу то он самодостаточный он изолирован это принципиальный момент то есть разум который укоренен в душе в религиозном сознании в сфере воображения это позитивный разум разум отчужденный самодостаточный это разум который нас изолирует от реальности это разум который нас отчуждает это демонический разум очень хитрый и обманчивый вот не техник гений не использует дровных целях к сожалению это не совсем так это просто ну вот если говорить как бы встать на позицию гоп можно так решить что ученые что-то великое изобретают мы вот действительно такие но плохие но если говорить об этом с точки зрения гофмана то вот действительно существует такой тип до голливудом обоснованный сумасшедшие ученые то есть ученые чьи способности становятся самодостаточными не укорененными в душе и вот эти способности они становятся демонизированными вот да создали микроскоп но давайте посмотрим что происходит у гофмана это очень важный момент кстати вот то что вы сказали с микроскопом ведь действительно микроскоп нам подарил совершенно другую картину мира также как и подзорную трубу это 18 век если вы помните замечательную книжку путешествие гулливера собственно книжка про этой отчасти на этом и построена да помимо помимо того что там тоже джон лан свифт критикует отчужденный разум в лапути критикует человеческую природу но важная его задача показать что масштаб мира и мир выглядит не совсем так и вот эти оптические приборы они нам позволили исказить масштаб мира по существу не предъявить его таким каков он есть на самом деле с одной стороны и вообще изменить наше представление природе то есть уменьшение людей или увеличение людей то есть микроскоп который увеличивает или подзорная труба которая может уменьшать но вот это все было важным для джонатан свифта то есть он опирается на открытие оптики но что происходит в рассказе гофмана почему здесь открытие оптики вредны но смотрите мальчик натаниэль слышит от своей нянюшки историю песочного человека нянюшка говорит что если дети будут плохо спать то к ним придет песочный человек который бросит им в глаза песок а затем он заберет детей на луну и там дети его своими острыми клювами будут выкалывать и выедать глаза то есть возникает впервые неожиданный такой странный мотив мотив украденного зрения который связан с поведением и стратегии лунарного демона то есть по существу попытка лишить тебя души глаза являются метафорами души похищение глаз похищение зрения это по существу похищение твоей души то есть люди оптически ослабленными ослабленные это люди демонизированы ну давайте посмотрим что здесь происходит вот это первая такая заявка довольно интересная да вот в виде такого фантастического эффектного захода она хорошая и вот дальше мальчик ассоциирует вот этого песочного человека с неким адвокатом капеллиусом который приходит к его отцу и вот он запирается с отцом отец какой-то несчастный ну потому что он на самом деле попал в лапы дьявола и вот они там чем-то занимаются вот чем они там занимаются но мальчик сначала не видит они занимаются алхимией по существу они не извлекают какой-то магический камень а на самом деле они делают что-то другое и вот мальчик прячется и за портьеру и видит что они там делают они делают на самом деле искусственного человека и если все человеческое тело может воспроизвести дьявол то дьявол не может подарить вот этим куклам глаза то есть он не может положить в них душу а это задача дьявола задача дьявола она противоречит его и на самом деле интенции но нельзя то есть дьявол может сделать механизм он может сделать себе слугу но дьявол не может вложить душу это прерогатива бога но дьявол это хочет сделать то есть дьявол не может вложить душу и наделить вот эти свои искусственные куколки но реальным зрением но это не получается и вот вы помните что в какой-то момент адвокат Капеллиус видит мальчика хватает его пытается ему кинуть в глаза угли и ощупывает его и говорит какой материал старик знал свое дело что он имеет в виду вот стариком бога называл Мефистофель гетовский он бога называл стариком ну несколько фамильярно но вполне естественно для дьявола и вот Капеллиус по сути дела цитирует здесь Мефистофель и говорит старик знал свое дело материал классный из которого мы с вами сделаны но вот проблем с глазами ну и вот в общем отец если вы помните гибнет а Натаниэль уже потом взрослеет проходит какое-то время и переезжает в другой город в какой-то город где он живет учится там занимается какими-то своими делами и вот однажды в его доме вспыхивает вы помните пожар тоже по какой-то бессмысленной причине электроприборов тогда не было но очень странный да такой-то пожар какое-то такое обстоятельство не случайно нам на это намекают какой-то такой саспенс легкий и к нему является снова дьявол под новым обличьем теперь его зовут Коппола до этого его звали Капеллиуса он говорит тоже с акцентом и предлагает ему разные оптические приборы показывает ему и зачем-то Натаниэль покупает подзорную трубу и вот из этой подзорной трубы он будет наблюдать за тем что происходит в соседних окнах то есть подзорная труба опасная вещь как вы видите видите наука опасна наука на службе у сатаны и наука нас начинает здорово обманывать если мы только предадимся дьяволу если только мы забудем что у нас есть душа и вот что здесь происходит он смотрит в окна и видит там красавицу Олимпию с этой красавицы Олимпии приехал в город Лазарес Лазарес Полонцани Лазарес Полонцани великий историческое лицо великий механик который как раз работал над проблемой создания ну якобы живых людей смотрите Гоффман заинтересовала как и всего романтизма мы в следующий раз об этом поговорим вот это странное состояние то что выглядит как живым но на самом деле является мертвым то есть вот эти вещи то есть люди большая часть людей выглядят как живыми на самом деле они являются мертвыми по существу своему вот это состояние между жизнью и смертью вот возникает такой очень важный мотив в истории культуры который будет называться жизнь в смерти который будет использовать колледж мы об этом в следующий раз поговорим о Самуэле Тейлере колледже но потом этот мотив никуда из культуры не девается и Томас Тернселлиот в начале 20 века напишет великую поэму бесплодная земля где этот мотив переработает в совершенно другой мотив смерть в жизни то есть то что кажется живым на самом деле живым не является и не только он на самом деле вот рассказ Халлок я вам очень рекомендую почитать Натаниэля Готарна Готарн американский писатель выдающийся был во многом учеником Эрнеста Тардора Мадея Гоффмана он тоже над всем этим думал ну вот он смотрит в эту трубу и смотрит на Олимпию ну все приходят иногда в дом этого Ладзара с Полонцани и кукла Олимпия очень похожа на реальную женщину правда ее возможности ограничены она говорит ах и ох и многозначительно молчит это ну некоторая такая пародия то есть по существу Гоффман нам пытается объяснить что в общем то для современной светской дамы достаточно произносить всего два слова ох ах молчать и в общем она будет похожа на реального человека кукла похожа но Ладзара с Полонцани никто не верит все знают что он хитрец по существу не знаю честно говоря я не думал насколько оптометрия я занимался ну вы знаете если вы знаете я написал довольно большую даже огромную статью просвещенную Бонни номер пять не могу сказать интересный вопрос задали я это вообще он лежит как будто бы на поверхности но я никогда откровенно говоря об этом не думал может быть подумаю я просто не готов на него ответить почему Билли Пилигрим именно оптометрист но не знаю надо подумать я подумаю спасибо за вопрос полые люди да совершенно верно полые люди но да полые люди похоже на хохолок Готтерма да мы полые люди мы чучело а не люди ну не знаю у нас тоже были такие да дикий запад да окей Азимов окей ну это да это почему фантастика современная фантастика и классика фантастики естественно пользуется всеми открытиями романтической прозы и так далее оттуда все это заимствует ну естественно сложнее это современными теориями но вот смотрите что происходит помните я вам говорил о мессмеризме то есть смотрите он прикладывает трубу к глазам зрение его искажается и смотрит на олимпию все вокруг видят что олимпия искусственная кроме него он каким то образом наделяет олимпию жизнью то есть что происходит душа душа его Натаниэля истекает через эту подзорную трубу и наполняет сущность олимпии то ли это происходит в реальности то ли это происходит в его воображении но так или иначе но глаза олимпии которые видит Натаниэль они загораются живым огнем то есть он ей дарит свое зрение а его собственные глаза покрываются таким туманом и поволокой то есть он перестает видеть все так как надо на самом деле видеть и вот смотрите вот это происходит то есть помните я вам говорил что можно восстановить душу но так же можно и ее похитить то есть через оптический прибор похищается вот это зрение ну а дальше Натаниэль становится свидетелем демонтажа этой куклы потому что дьявол и Ладзарас Палансани не могут куклу поделить кому она действительно принадлежит кто ее действительно создал да дьяволу кажется что это он но ученому кажется что это именно он это сделал то есть смотрите наука демонизирована Гоффманом ну демонизирована не просто наука а вот та наука которая забыла о Боге та наука которая отчуждена от души от истока от духа и так далее вот дальше начинается кошмар вы помните как он гибнет то есть он пытается убить свою возлюбленную Натаниэль да искусственный интеллект это оттуда все искусственный интеллект все оттуда да это вот наша попытка повторить то что сделал Бог это нельзя повторить это опасно это демонично и это нас приведет к катастрофе механика пусть даже сложно организованная это вещь которая находится на службе дьявола как все эти механические куклы и приспособления ну вот дальше если вы помните он пытается убить неожиданно свою возлюбленную и в толпе мелькает Капеллиус и вдруг Натаниэль произносит слова Капеллиуса и говорит его голосом да хорошие глаза хорошие глаза и бросается с башни вниз то есть по существу он становится вот таким слугой этого дьявола которого дьявол убивает за ненадобностью ну вот это собственно говоря история в которой присутствует и месмеризм и полемика с просвещением и так далее мне уже надо заканчивать мне конечно хотелось бы поговорить с вами и о романе эликсира сатаны где тоже присутствует вот такая двойная любовь монаха Медарда вот этого безумного монаха монаха старшего ставшего убийцей да который испытывает Каврелий с одной стороны вот это чувство отречения и с другой стороны чувство такой вот любви любви которая связана с ненормальными душевными состояниями монах Медарт это герой эликсира сатаны который выпивает из любопытства эти эликсиры а до этого это проделывали представители его рода и вот выпив эти эликсиры он подключается к преступному роду то есть смотрите здесь начинают работать такие готические механизмы и готический антураж по существу всего этого романа но роман не готический обязательно надо понимать что это роман именно романтический тут усложнена проблематика вот монах Медарт это тот кто разрушает и по сути дела у него расщепляется разум на мысли и чувства то есть холодные спокойные мысли и дикие совершенно эмоции почему потому что нет территории где они связаны то есть они не укоренены в душе если они укоренены в душе мыслительные и чувственные импульсы объединяются здесь этого объединения не происходит да здесь отдельно да он такой чародей он не религиозный священник он говорит какие-то религиозные вещи читает проповедь но на самом деле это чародей это злой такой маг который завораживает холодными мыслями и дикими сильными эмоциями которые заряжают толпу ну и вот это приводит его к преступлению вот по существу и он становится рабом своего брата-близнеца викторина вот здесь очень интересная модель двойников который потом скопирует достоевский мы уже достоевского упоминали неоднократно вот вот житейские воззрения катамура это вот как раз тот роман который демонстрирует нам вот этот разрыв между мечтой и действительностью кепельмейстер крейслер который вынужден жить в обстановке вот этих по сути дела разборок двора омерзительного вот это все вторгается в его мир тотально и его начинает разрушать и он начинает чувствовать себя демонизированным таким да при этом это романтический персонаж который пишет высокую музыку вот но его атакует повседневная реальность вот и кот-кот-мур который является по существу пародией на кепельмейстера мы начинаем понимать что поразительным образом не просто кот-мур похож на кепельмейстера и кот-филистер но и кепельмейстер очень здорово похож на кота-мура такая какая-то игра это вот эта психологическая защита которую гофман выстраивает по дороге с пафосом да отрекаясь от собственного пафоса то есть он пародирует немножко своего героя друзья на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу всем спасибо и спасибо за спасибо а в следующий раз мы с вами поговорим о Самуэле Тейлоре Колеридже о его поэме сказания о старом мореходе о его поэме Кристабель о Кублахане и наверное поговорим попробуем если успеем поговорим о Байроне у нас мало времени господа журналисты но в следующий раз у нас Колеридж и наверное Байрон хорошо спасибо спасибо за спасибо если есть какие то вопросы то я готов ответить но их как правило в конце нет они возникают в процессе вот про оптометрию били пили грима я постараюсь подумать сейчас сейчас мне ничего в голову не приходит я как то не думал на эту тему никогда хотя вроде бы все на поверхности но били пили грим тоже немножко близорук всегда по существу он принимает трофильмодорцев за тех кто ему открывает истина это далеко не так далеко не так вот возможно здесь какой то момент его близорукости сказывается искаженного видения реальности вот но в принципе там реальность искажена и оптика били пили грима в любом случае искажена и здесь такая шизофрения да спасибо друзья пора заканчивать вот рад был еще встретимся в эфире все пока до свидания